Слава Тебе, счастье и поздравление, отчество и святой Бог. Я еще напомню слова Серафима Саровского. Ему люди говорят, вот почему ты сумел сделать, вот сразу все оторвал и перешел на другой образ жизни. Он говорит, решимости не хватает. Как звонок ударил, ну и забегали, как говорится, мышеловки. Хозяин пришел, голод, садимся за стол. И каждый раз одно и то же. Понятно? Поэтому вы в жизни своей столько еще горя будете иметь вот из-за такой расхлябности. Карманы как попало, колечки нет, платочка нет, и ничего нет, и жена зачем не знаешь. Вот у нас выставить принято свитер сверху не носить. Под пояс, под рубашкой, если хочешь, чтобы под поясом было. У меня свитера, моя сестра на севере там работает, свитер прислала. Какая-то женщина связала лично для меня, но как только сказали, вот это принято усомление, я его и принимал устав. Я сразу же все, собрал все свитера. Не знаю, один рюкзак или два рюкзака, я их и не носил. Пошел в дом инвалидов, пораздал, все. Один раз. А вы каждый день одно и то же. Та-та-та-та. Один раз пришел рукава, и больше тебе не надо бегать. И потом было бы о чем говорить. Что вы там боитесь? Жар или холод. Почему без рукава это? У меня без рукавки нет. Я узнал, нельзя это, сразу все ликвидировал или они у меня не были. Я все применяю к себе, как златоуст говорит, присваивай. Ты каждый раз, как ты козвонок ударил, ты же не помнишь даже, на часы не смотришь. И начинаешь бегать. В следующий раз бегать не надо, это уже ты не успеваешь встать. Аж я боюсь, когда шибет, там головой ударится о скамейку и похороним здесь. С такой силой-то ты как снаряд летишь. Кого еще у нас нету? Ольги нету. Где Виталия? Марина где? Виталия, Марина. Знаете, это одно и то же. Это вот однажды можно взяла, значит без обеда остается. А отдельно начинает после обеда что-то там рыбу есть. Это не годится, у нас это не принято. Где Виталия идет? Вот смотри, я ничего не придумал, это общий порядок во всем мире. Один и тот же. Она купалась с вами? Была с вами. Марина есть? Не утонула она там? Нет, утонула. Марина не ходила. Купаться не ходила? Нет, нет. А где она? Не знаю. Понимаете, вот какие вопросы. Садимся за стол. За стол не садимся. Инать Ильич, стойте, стойте, стойте. Случай один был. Как работают? Работают Владимир Юрьевич. Они вообще хорошие. Были замечания вот этим двум отрокам. Сидели, перебирали все время эти травинки. Вот Лёва и Тимофей. Но их мама наказала, лишила купания. Оля, она их не пустила купаться. А она так где? Шла сюда, я не знаю. Я видел на улице. Видите какой разбор какой. У нас в лагере этого не было. Наведи порядок. Вот их сейчас нету. Два часа нету. Все без обеда до вечера. Простой вопрос. Садимся. Так, почему плохо работал? Еще надо. Еще было. Над Левой издевается, он зарекается. И над ним издевается, что он зарекается. Вот это надо разобрать. За что? Запинается Лёва в плече. Лёва запинается, а дети издеваются над ним. Насмехаются над ним. А за что? Он обижается. Как запинается? Заикается он. Заикается он. Смеяние совершал. Тогда говорит он. Можно смеяться. А кто смеялся? Выходите, кто смеялся. Кто смеялся-то? Что же смешно в этом? Я не думала, что он заикается. Думала, он просто волнуется так, когда с вами разговаривает. Ну зачем тебе это нужно-то? Один раз это засыпил, а другой раз. Я тебя наказывать буду за это? Я тебе расскажу. Вот такой у нас Серёжа был. Сергей. Как его фамилию-то я забываю. А потом приехал Бактис один, пришёл к православным. И двое ребятишек. Всё время согнутые такие. А их видно. За обедом сидит. Он и подольше маленько. А у нас всё время спрашивает Нина Жолнирова. Тебе надо ещё? Ну плоп сделали. Хороший плоп сделали. А они проходят рима. Обжором. Он ничего не говоря. Поел, доил. А Нина услышала и говорит. А вам что, есть охота? Ему только сказать. Да, мы тоже хотим добавки. Но они то ли постеснялись, то ли так привыкли там. Он пошёл. Нашёл, где они там сидят. Подошёл и сдвинул его морду. И пошёл. Но я узнал, я его сразу наказал. А их предупредил. Не ехидничайте. Не смейтесь. Они в этот же день попались на ехидство. Я их наказал сразу. Серёжа ему зубы прочистил сразу. Он здоровый, крепкий. Краснов фамилия. А? Краснов. Краснов. Вот так. Вы поняли это, чем может кончиться? Это очень не хорошее качество насмешка. Не насмехайся и дальше перечисляй Библию. Не насмехайся ни над старым, ни над слепым. Не ложи преткновение. Это Господу не угодно. Ты против Бога идёшь. Бог дал ему такую жизнь. От него это не зависит. Так. Кто над тобой насмехался? Кто над тобой насмехался? Он знает, что я тоже над ним посмеялась. Но я этого не делала. Понимаете, вот ни на чём. Сытые, обутые, одетые. Не надо на темы, которые как-то могут что-то вывести вам. Вы просто поберегите сами себя. В жизни вашей на этом деле могут быть неприятности, притом большие. Я встречал. Я в стороне, я молюсь, стою в камере. А кто-то посмеялся где-то. Там голову могут снести сразу. Люди, которым абсолютно всё равно где-то. Он одно слово только сказал ему. А ты зря это всё это делал. Он ещё его задавил. Скукрыл шариковой ручкой грудную клетку. Вытащил печень, сердце. В кружке всё сварил. Рубашку зажёг, огонь. И всё съел. Масленников его фамилия. Его дело вёл наш брат Севастян Бауэр. А я с ним встречался. Простое слово. Геннадий Григорий Яковлев. Там приехал, как он говорит, кришнаит. И он один посмеялся. Он заточил электрод. Пришёл в три часа ночи. Постучал, он открыл сразу электродом в горло. Кришином ножиком отрезал голову. Зашёл в алтарь. Вокруг опрессовал, обошёл и бросил. Слышали? Тура. Город Тура. Я романаху. И насмешка не хорошее дело. Не насмехайся написано. Господь дал ему такую жизнь. А ты, наоборот, поддержи. Где он волнуется? А ты не волнуйся, всё скажи. Так. Вы поняли? Пока на тормозах спустим. Давайте за стол. Кто опоздал, тот и успел. Мимо стола пройдёт. Мы узнаем, что делать.